Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Надеюсь, у всех все хорошо. И сегодня мы рассмотрим очень интересный индикатор, который называется MarketCypher или MarketShypher по-русски. Вот так вот он красиво выглядит. Состоит он из двух индикаторов. Сейчас мы об этом обо всем поговорим. Но давайте сначала о том, что это такое. MarketShypher. Вот он их сайт. MarketCypher. Это типа платный индикатор от CryptoFace. Знаете, наверное, все CryptoFace, да? Чувак, который там сейчас какие-то десятки миллионов долларов на Bybit торгует. Вот. И этот индикатор, он, конечно же, платный. Вот он не пишет, что трейдинг стал гораздо проще с ним. И я вообще не собирался делать это видео, но по вашим многочисленным просьбам, как я понял, многие не понимают английский. На него много очень туториалов на английском. Но вот вы меня просили сделать на русском, и я для вас, видите, как постарался и сделал наконец. Короче говоря, индикатор мега наикрутейший, но проблема для большинства в том, что он платный. Вот здесь нажимаешь Buy у них на сайте. И вот у них тут сейл вечный, типа только сейчас скидка. Но на самом деле мы понимаем, как это работает. Скидка эта она есть, но все равно 400 баксов 5 месяцев, 600 баксов в год или 1500 баксов lifetime, то есть пожизненно. Все равно дофиговато. Поэтому смотрите, абсолютно то же самое. Но есть незначительные маленькие, на самом деле, различия. Сейчас я их тоже вам покажу. Но на самом деле на 95 процентов то же самое. То есть все точки сигнала здесь сходятся идеально. Китайская копия. Огромное спасибо Владиславу с таким вот ником в Телеграме, который нашел эти индикаторы, нам написал в чат, и мы их добавили. В общем, вот они. Короче, ищите на TradingView из описания. Копируйте вот такой. Ву Ман Чу Сайфер А и Ву Ман Чу Сайфер Б плюс Дивергенции. Вбивайте на TradingView, они бесплатные. И погнали. Вот первый индикатор выглядит вот так вот. Вот мы его добавляем на цену. Как видите, у него тут и сетка экспоненциальных скользящих, и какие-то точки, ромбики, кружочки, треугольнички, крестики. Сейчас мы все это с вами подробно обсудим. И второй индикатор, вот он внизу. Он, соответственно, как MACD, RSI, Stochastic, Money Flow, Index и еще чего-то там. Вот. И сразу хочу сказать, кому нравится криптоконтент, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. Мне это очень приятно и помогает алгоритмам продвижения моего канала. Вот. Погнали. Давайте сначала в общих чертах. Что такое за маркет шифр, с чем его едят, что это за зверь? Это, короче, индикатор, который суммирует в себе несколько индикаторов. То есть, он дает вам сразу, он за вас делает большую часть работы. Да, кстати, многие скептики, кто говорят, что индюки не работают, что индюки идут за ценой, а не цена за индюками. Тут, как бы, я, конечно, согласен, но нифига. Я вот тоже, на самом деле, скептически относился и индикаторы использую так не особо повсеместно. Но вот этот индюк, чуваки, реально, обратите внимание, он, это что-то с чем-то. Короче, как работает обычно трейдер, он изучает много индикаторов. Допустим, RSI, MACD, Stochastic RSI, Money Flow Index, там, Hash Ribbons и так далее, тому подобное. Скредние скользящие, простые экспоненциальные мувинги. И смотрит, чтобы они все, грубо говоря, как, если они все пересеклись и все в нужном направлении, да, что бывает крайне редко, то это реально более, это лучшая точка для входа. Но так бывает редко. Обычно мы пренебрегаем одним-двумя индикаторами, встаем, даже если у нас там RSI развернулся, а где еще красные, мы такие, ну ладно, типа, пофигу, встаем в позу и, как правило, сами знаете, что бывает, стопимся или пересиживаем просадку или там особо умных ликвидируют, кто в большом плече. Что делает Market Cypher или Market Shiffer? Он, короче, все эти индюки внутри себя суммирует и выдает сигналы. Теперь давайте попробуем разобраться, что же за сигналы он выдает и как с ними работать. То есть он сигналит реально только тогда, когда, по сути, все индюки сошлись. И сразу очень важная сноска, которую CryptoFace в своем видео делал, это то, что Market Shiffer спроектирован для свечек Хайка Наши. То есть этот индикатор создан для работы со свечками Хайка Наши. Кто не в курсе за свечки Хайка Наши? Я углубляться сейчас сильно не буду в Хайка Наши, у меня есть по этой теме отдельный урок. Правда, YouTube его удалил из-за авторских прав, потому что это был перевод урока Secret Mindset, поэтому кто хочет его посмотреть, я оставлю в описании. Он есть на Кост.ТВ. Кост.ТВ это у нас децентрализованный сервис, с которого хрен кто что удалит. Вот, видите, если мы нажимаем на YouTube, мы видим, что, извините, Secret Mindset удалил его, еще и Strike мне впилил. А на Кост.ТВ все прекрасненько лежит, работает, так что ссылочка будет в описании. Кто не в курсе за свечки Хайка Наши, просто обязательно ставьте видос на паузу и смотрите вот этот видос, потому что это очень полезный урок, как и очень полезные свечи. Вот, этот индикатор, он сделан для свечек Хайка Наши, и в двух словах, кто не понимает, зачем они нужны, вот, посмотрите, как было в 2017-2018 году. Вот у нас месячный таймфрейм, и мы с вами видим здесь, что и предыдущий весь бычий и медвежий рынок 2017-2018 годов. Посмотрите, на обычных свечках сколько было ложных красных свечей на выход из лонга, и сколько было ложных зеленых на выход из шорта. А на Хайка Наши мы видим с вами, что все это движение были зеленые свечки, и все это движение были красные. То есть, меньше ложных сигналов, меньше суеты. И тут тоже мы видим, вот, все бычьи движения зеленые, практически все красные. Вот Corona Dump только немного сбил. То же самое сейчас все зеленые. Короче, не углубляясь в Хайка Наши, просто изучите этот момент, ссылка на урок в описании. Да, и как любой индикатор, Market Shiffer лучше всего, конечно же, работает на крупных таймфреймах. Вот мы смотрим с вами месячный, и давайте разбираться, о чем он тут нам сигналит. У нас есть с вами условные обозначения по нему, вот они. Запомните их, потому что мы будем к ним возвращаться. Желтый крестик означает манипуляция, красный крестик означает шорт, синий треугольник означает разворот предыдущего тренда, зеленый кружок означает лонг, и вот такие коричневые и красные ромбики. Коричневый означает бычье продолжение, либо слабость медведей, и красный означает медвежье продолжение, слабость быков. Сейчас мы к этому вернемся, все подробно рассмотрим. И что мы здесь видим? Обратите внимание, дно предыдущего медвежьего рынка на месячном таймфрейме Market Cipher дает нам аж два зеленых кружка, и бум, бычий рынок. Опять же здесь, смотрите, коррекция заканчивается, зеленый кружок, бум, бычий рынок. Дальше вот здесь вот за цифрами не видно, он дал красный кружок, медвежий рынок. Опять дно предыдущего медвежьего рынка, зеленый кружок, бам, ball run начинается. Красный кружок, шорт. Вот здесь на коронадампе, конечно, он ложанул, единственный раз зеленый кружок, но, тем не менее, на долгую дистанцию, если вот это не считать, все равно мы пошли вверх и уже набрали больше двух иксов. Теперь смотрите, внизу вот здесь вот эта вся волна разноцветная, это тоже сумма нескольких индикаторов. Тут получается, что в идеале мы должны видеть с вами зеленое, растущую зеленую волну. Зеленое показывает нам money flow, индекс. Давайте переключимся на недельки теперь для более детального анализа. В идеале для лонга мы с вами хотим видеть зеленое движение здесь и зеленую волну здесь. Это money flow индекс. То есть, когда деньги идут в рынок, рынок растет. Видите? Как только зеленое здесь заворачивается и переходит в красное, рынок падает. То же самое тут. Более детальные здесь штуки для торговли от криптофейса я уловил такие, что в идеале нужно заходить, когда вы видите вот этот белый гребешок. Вот на этих синих штуках. Видите? Синие волны. Это что-то типа MACD. И видите, на них есть белые гребешки. Так вот, когда белый гребешок сливается с синим, это лучшая точка для смены тренда, для входа в контртренд. Вот здесь и вот здесь. Когда белый гребешок сливается с синим, дальше начинается движение в обратную сторону. И это будет видно и на более мелких таймфреймах. Сейчас мы посмотрим. Переключаемся на дневки, чтобы видеть еще больше инфы. Вот он тут сам дивергенции отрисовывает. Тоже удобно. Видите? Цена шла вниз, а RSI наверх. Вот. Короче, как говорит сам фейс, то, что я уловил, что для идеальной точки входа вам нужно дожидаться вот эти синие гребешки, пока они становятся меньше. Вот как было здесь. Посмотрите. Синий гребешок один, потом меньший, потом еще один меньший. И вот там, где вы видите самый меньший, плюс вам дают зеленую точку, это сигнал на лонг. И посмотрите, что мы здесь видим. Лонг с 6900 до 10000 долларов. Дальше здесь мы видим, что загибается. Красная точка. Движение ослабевает, и мы видим шорт. Давайте переключимся на 4-х часовик, чтобы увидеть еще более детальные сигналы по шифру. Идем назад в историю. Где же желтые крестики? Они тут так круто отрабатывали. Вот. Идем назад в историю и смотрим на коронадамп. Вот тут-то и приходят желтые крестики. Это очень важная тема. Посмотрите. Желтые крестики сигнализируют о том, что это обман, что это манипуляция. То есть вот в этом случае... Смотрите, мы тут уже так хорошо скорректировались тогда. Вот. В этом случае, видите, нам тут сигналил синий треугольник на разворот тренда. Вроде как мы собирались идти наверх. Но дальше, когда мы видим желтый крестик, это означает, выходим нахрен с рынка. Потому что это манипуляция. И вот здесь желтый крестик. Видите, здесь был дамп. Все типа как бы уже все пошли наверх. Но желтый крестик говорит нам держаться подальше от рынка. И бам. И здесь тоже, видите, вроде как отскок был. Но два желтых крестика. Это была манипуляция. И мы провалились еще ниже. И чем больше вы видите желтых крестиков, тем вероятнее, что все как бы они сейчас закончатся. И дальше вот мы видим разворотный треугольник, смена тренда. Зеленая точка внизу. Вот здесь мы когда видели зеленую точку, это вроде бы сигнал на лонг. Но как только мы видим зеленую точку и желтый крестик, то желтый крестик имеет больший вес. Если мы видим желтый крестик после зеленой точки, держимся подальше от рынка. Опять же, зеленая точка, два желтых крестика, держимся подальше. И уже когда мы видим третью зеленую точку, это очень сильный индикатор на лонг. И желтых крестиков мы больше не видим. Все, разворот тренда, синий треугольник. И мы пошли наверх. Вот как-то так он работает, это прям совсем в общих чертах. Что еще по нему сказать? Эти символы мы рассмотрели. Красный крестик это тоже, но это означает именно шорт, это именно в нисходящем движении. То есть манипуляция она может в обе стороны сигналить. Ну и самый, пожалуй, важный момент еще от криптофейса, который я усвоил по этому индикатору, это вот эти белые гребешки здесь, видите? То есть в идеале, когда вы, допустим, хотите войти в лонг, вам нужно дождаться не просто пока несколько горбиков, пока вы увидите синие горбики меньшего размера, но когда вы увидите, что белая вот эта объемная тень входит, сливается с синим, вот где зеленая точка, видите, здесь была идеальная точка входа в лонг, 5800-7000. И так везде, если вы посмотрите, то вам нужно дожидаться именно пока вот эти белые тени входят внутрь синего. И сверху то же самое, если говорить про шорт. То есть вот когда белая тень заходит внутрь синего, это сигнализирует о ослаблении тренда и о потенциальном развороте. Так что вот, как-то глобально так, когда вы видите зеленое, это значит, что деньги идут в рынок, и когда вы видите, что зеленое заканчивается, это потенциальная точка входа в шорт, когда, соответственно, наоборот, когда вы видите, что красное заканчивается, синие гребешки становятся меньше, и все в диверах и в зеленых точках, и нет желтых крестиков, то это вход в лонг, потому что вы же не хотите покупать вот здесь, а продавать вот здесь. Вы хотите, наоборот, делать против толпы. Поэтому вот, чтобы не захламлять весь график кучи индикаторов, MarketCypher суммирует все эти индикаторы, можно сказать, в один, ну вот в два. Я так сейчас вам в общих чертах рассказал то, что я про него понял. Там, конечно, гораздо больше материала у фейса, и по мере того, как я буду с этим разбираться, я буду, наверное, еще, может быть, дополнение сделаю по этому видео. Но в целом, как-то так. Вот он вам отрисовывает дивера, дает достаточно точные точки входа в лонг, как и в шорт. Так что смотрите, сами разбирайтесь, ссылки в описании. И, кстати говоря, уже к любителям альтсезона, тем, кто торгует альты к битку и ждут альтсезона, я вот смотрю сейчас по нему на свой Dash и офигеваю, конечно. Тут все в желтых крестиках. Тут все в диверах уже 3 года на недельках, но все в желтых крестиках. И мы видим, что манифлоу тут, в принципе, не было. Вот был манифлоу зеленый, единственный, когда его накачивали на пике предыдущего пузыря. А так, в целом-то, все красное, и оно красное, да и красное. И на альтах к битку, конечно, он немного лагает, потому что он все время дает зеленые точки, но с желтыми крестиками, видите, так что в целом даже не лагает. Тут надо ждать нам, когда дивера отработают, желтые крестики перестанут появляться. И хочу вам напомнить, что если вы хотите поторговать этой бешеной волатильностью с помощью этого индикатора, то не забудьте про специальные предложения от наших любимых бирж Bybit, Femex и Dudex. Все три биржи уникальные, все дают бешеные депозитные бонусы. Все в описании видео, в закрепленном комментарии. Вот, на Bybit также сейчас еще новогодний турнир с призовым фондом до 25 битков. Регистрация открыта. Вот, так что ознакомьтесь со ссылочками. На Bybit вы можете получить бонусами до 610 долларов, на Dudex до 300 долларов. И также торговля Chainlink USDT абсолютно без комиссии на Dudex. Это уникальное предложение. Я делал обзор на эту биржу. Сейчас запилю сверху, появится. Посмотрите, тоже очень-очень интересное предложение. Я на ней торгую Chainlink'ом и скоро они добавят, на днях они добавят XRP USDT тоже без комиссии. То есть абсолютно нулевые комиссии. Это просто бомба какая-то. Очень удобно торговать, потому что вы не платите market fee вообще. Ну и также на Femex вы можете получить бонусами до 680 долларов на свои депозиты. Плюс они там в чате в русском разыгрывают постоянно призы. Ну, как и Bybit, кстати, тоже. В общем, все эти три биржи очень крутые для диверса. Попробуйте их обязательно. На Femex вы можете также торговать золотом. И кучей вот этих альткоинов, в том числе DeFi'ных. А на Dudex пока мало монет. Вот, всего Bittok, ETH и LINK. Но сейчас будет еще XRP. Но прикол в том, что я говорю нулевые комиссии на LINK и на XRP. Так что вот, подумайте о том, чтобы торговать Chainlink'ом и XRP'шкой на Dudex'е. Wi-Fi'ами всякими и прочими на Femex'е. Потому что здесь очень много удобных инструментов. Такие как bracket order, subaccount и так далее и тому подобное. А на Bybit'е я лично торгую эфиром, EOS'ом и Bit.com. Вот сейчас буду на турнире торговать. По EOS'у вот я только сейчас взял небольшую позу, расставил лесенку. Вот, какие-то такие дела, ребята. Все ссылочки в описании. Обязательно не забудьте подписаться, навалить лайков. Комментариев, если вам было полезно. Если что-то непонятно, пишите, задавайте вопросы. Все объясню, расскажу. Добавляйтесь к нам в Telegram чат. У нас там помимо всего прочего еще и раздача Dash'а происходит. С помощью бота MyDashWalletBot. Для того, чтобы в этом участвовать, все, что вам нужно, это иметь свой юзернейм в Телеграме. То есть собачка бла-бла-бла. И добавить MyDashWalletBot, вот он. И нажать ему старт. И писать что-нибудь у нас в чате. За активность происходит раздача монет время от времени. Вот как сейчас. Бам. И мы раздали доллар на 28 активных участников. В день тут так раздаем по 10-20 долларов. Так что все. Как-то так. С вами был Фла-ла-ла, Гринни Джо. Это канал Крипто Комментс. И до скорой встречи. Все. Всем профита. Торгуйте аккуратно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok